Всем привет! С вами Ирина и Ярослав. Всем привет! И у нас наконец-то дошли руки, ну точнее у меня, закупить себе инструмент, электроинструмент, потому как при переезде это всё не везло с собой, решили, что на новом месте наберём нового, ну и набирать решили из Китая, с Алиэкспресса, потому как всё равно оно плюс-минус оттуда приезжает в большинстве своём. Поэтому покажем вам, что мы набрали себе для кладовочки. А то вечно что-то нужно, и начинается поиск инструмента. Что-то с работы взял, что-то у кого-то одолжил, надоело, надо, чтобы своё было. Итак, начнём по порядку. Все инструменты решил брать в кейсах, по возможности. В родных кейсах, в чехлах, всё, что было с кейсами, как опция, то покупалось так. Первый инструмент – это строительный фен. Три скорости работы, температура регулируется до 600 с чем-то там градусов. С кучей насадок для работы с краской. Узенькая насадочка. Вот такое вот сопло для направленного потока. А также скребок, чтобы разогревать и можно было сдирать краску. Я его ещё не собирал, не знаю, пригодится мне такой скребок или нет, но он есть. Ссылочки на все инструменты, как всегда, мы оставим в описании, так что вы сможете посмотреть детально все описания. Я уже его частично проверил. Раз пришлось уже попользоваться. Остался очень доволен. Работает отлично, греет прекрасно. Регулировка скорости вращения вентилятора, режимы работы. Я остался им доволен. Я его купил на всякий случай, не то чтобы он мне прям сильно нужен, но иногда там захочется в машине кусочек шумки положить, а её надо греть феном перед тем, как укладывать. Иногда надо с краской поработать, это что-то подкрасить. Аэрозольные по металлу, к примеру, надо сначала баллончик до 40-50 градусов нагреть. Иногда с термоусадкой нужно там поработать. Проще её, чем зажигалкой. Так феном её усаживать, оно красивее, аккуратнее получается. Кейсик номер 2. А это кейсик, который, скорее всего, будет довольно часто нужен, потому как в нём набор шуруповёрта. Инструкция, какая-то поролонка. Собственно, сам шуруповёрт брал специально самую маленькую модель. Так как с бетоном шуруповёртом я всё равно не работаю, а по дереву даже этой модели, судя по видео в интернете, по отзывам хватает просто с головой. Это шуруповёрт на 12 вольт. В комплекте с ним два аккумулятора. Один сразу в шуруповёрте, второй вот дополнительно в кейсе, что очень удобно. Один на зарядке, вторым работаем. Зарядка прям вот в шуруповёрт подключается. То есть никаких док-станций нету. Прям вот так вот это идёт на зарядку. С индикацией с диодами на самом аккумуляторе. Что ещё в комплекте? В комплекте есть набор бит. Их там целая куча. Набор свёрил по дереву перья, по металлу, по бетону и тоже по дереву, только поменьше которые удлинители. И так же набор головок. Так. Не подписано какие на самих головках. Ну скорее всего от 4 до 13, я так думаю. Плотно сидят, ни разу ещё не приходилось их доставать. Самая маленькая 5 мм, не угадал, ни от 4, ни от 5. И самая большая на 13. Ну в общем от 5 до 13. Пока выбирал, наткнулся на магазин именно фирмы DECO. Мы уже от них кое-какой инструмент брали, остались довольны. У них очень много продаж, очень большой выбор. Именно специализируются на инструменте. Поэтому остановил свой выбор именно на модели от DECO. Кстати да, вот ещё выбор скорости. Есть фонарик. Показывает заряд аккумулятора. Регулировка усилия на 18 пунктов и просто сверление. В общем, уже один раз пригодился после покупки. Сверлили отверстие в бетоне. Отлично справился с задачей. Нужно было полочку в ванной повесить. Даже не пришлось идти за перфоратором в подвал. На одной покупке в магазине DECO я не остановился. Поэтому снова электроинструмент от DECO. Понравилось, что у них есть фирменная сумочка. Поэтому тоже остановил выбор на ней. А здесь у нас реноватор. Всегда хотел обзавестись таким инструментом. Потому как иногда надо подлезть туда, куда ни болгарка, ни ручным инструментом подлезть сильно не получается. И в частности я брал его специально, чтобы можно было вырезать квадратные подрозетники в стенах для установки умных выключателей от Xiaomi. С чем этот инструмент отлично справится. В комплекте с ним, кроме сумочки, естественно, ключ. Для подключения, для откручивания крепежа под насадки. И набор насадок. Насадки по дереву, по пластику, по металлу. Это все пилы. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть прямых пил. Да, тут есть по дереву и по металлу. Лопаточка для счищивания старой краски, лака. Круглая лопаточка. Ой, круглая пила. Пластик дерева. А еще одна. Еще одна лопаточка немножко смещенная для счищивания краски лака. Набор абразивных кругов пил по керамике, по плитке, по бетону. Поменьше, побольше. Также абразивная насадочка треугольная для шлифовки и полировки. Ну, для полировки не скажешь, для шлифовки, для счесывания. А вот, собственно, насадка для уже шлифовки и полировки под абразивную шкурку. И набор абразивных шкурок. Сколько их тут штук, я не считал. Но они здесь идут разных размеров. Даже пока запаян... Даже пока пакет запаян, и я его даже не открывал. Пусть так и лежит. Выбор остановил именно на этом комплекте. Потому как сразу в наборе есть все насадки. То есть не надо думать, какая из них, когда приходится их специально отдельно заказывать. На начальном этапе все, что нужно, уже под рукой есть. А то купишь без, и потом будешь, когда только понадобится, в магазин бежать. А понадобилось в воскресенье, а магазин закрыт. Ну, и я хотел, чтобы все аккуратно лежало на полочках в красивых, желательно, родных чехлах. Поэтому брал с родной сумочкой. Там варианты есть и без сумочки, в коробке картонной есть без насадок. Но я брал максимально. Решил, что мне так удобнее будет. Теперь у нас две посылки от другого магазина электроинструментов. Если я правильно это прочитаю, то это хефастус какой-то. Начнем по порядку. А, почему два? Два, потому что каждый из них идет с одним аккумулятором. И запасные отдельно почему-то в этом магазине не продаются. А с одним аккумулятором обычно неудобно. Один аккумулятор сел, и иди заряжай инструмент. А так есть второй про запасы, они взаимозаменяемые. Начнем по порядку. Начнем с болгарки. Или, правильно говоря, угловой шлифовальной машинки. УШМ. Брал аккумуляторную специально, потому что иногда надо... О, это от другой посылки. Потому что иногда надо с машиной там поковыряться. Где-то какой-то болт с закисшей отпилить. И вот это с проводами туда тащиться неудобно. А так она аккумуляторная, мы к ней подобрались, поставили на зарядку. У меня насильно часто не надо, а так вот изредка что-то где-то отпилить. Как раз думаю, аккумулятора будет хватать с головой. Обычная маленькая болгарка под сотый круг. Аккумулятор похожий на тот, что от DECO, но они не взаимозаменяемые. В руке лежит отлично. Также есть индикация заряда аккумулятора. Что еще в комплекте есть? В комплекте идет ключ. Один отрезной диск. Толстый, кстати. И док-станция для зарядки. С учетом того, что я брал два инструмента, то у меня две док-станции для зарядки теперь. Ну и пятая посылка. Это лобзик. Но лобзик несколько непривычной формы. Решил попробовать, пока еще не пользовался, не пригодилось. Так, в комплекте опять-таки зарядная док-станция. Уберем ее в сторонку. И сам лобзик. В отзывах писали, что вот эта вот нестандартная форма очень удобная. Не знаю, насколько в профессиональной работе, но он мне как в профессиональной работе и не нужен. Изредка что-то где-то отпилить. Но я считаю, что это даже удобно. И его можно и в случае чего и в сад взять, где-то какую-то ветку отпилить. Можно и как обычный лобзик использовать. Поставил и пилишь себе спокойно. Для крепления лезвий у него быстросъемное соединение. Так как это аккумуляторный инструмент, лучше вынимать аккумулятор перед тем, как такие действия совершать. Крепятся пилы быстро. Просто на быстросъеме. Регулировки скорости нету. Регулируется просто силой нажатия. Как на шуруповерте, например. Отдельной какой-то специальной регулировки нет. Такое что-то среднее между лобзиком и электропилой. В общем, посмотрим, как он будет себя вести в работе. Думаю, мне будет достаточно. Будет недостаточно, возьму отдельно обычный лобзик. Но так как в нем в комплекте кроме одной пилочки ничего нету, то я еще сразу же заказал к нему пилочки, набор по металлу и набор по дереву. Тоже на них оставим ссылочки, вдруг вам пригодится. Пока не проверял, так что не знаю, насколько они хорошо себя ведут. На этом у меня посылки закончились. Если есть вопросы, пишите. Постараемся вам ответить. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всем хорошего настроения и счастливо. Думаю, еще увидимся. Пока-пока. Погода грустная и она скучает. Ну-ки.